Так, друзья, я вас приветствую. С вами Слэм, это Киберарена. Мы ждем Таффу, пока он досмотрит футбол. У нас сейчас начинается матч Хепсу против команды Натус Винсер. Это игра в сетке лузеров. И, в принципе, после этого матча Нави ожидает немножечко другой оппонент. Ну что, давайте смотреть. Нави в защите. Карты Мираж не совсем хорошие розы. Наверное, может здесь получиться. Но Дев сделает первый минус. Команда Колона. Много разговоров было. Вот сейчас наконец-то посмотрим, на что она здесь способна и на что у нас способен Колон. Вообще, если посмотреть, что такие именитые игроки, ну не то, что именитые, известные. Аркейжан, Аккордеон и его друг Туркиш присоединились к Колону и его братьям. То, по-моему, это означает только то, что в Колоне они уверены. Он нормален. Он нормален. Все вопросы потом, особенно по поводу ВЦГ. Ну так, давайте смотреть. Пока что был минус. И дачане остались четвером. Будут сейчас атаковать. Пытаться А. Единственный, кто это Черный Пес закрывает. Вообще, Нави на этом чемпионате нас удивили, негативным образом проиграв Финфактом. Но Финфактом, как видим, не остановились ни на ком. Прошли просто в финал Винроу. Совершенно спокойно. Их там ждет Фнатик. И это, по-моему, это, по-моему, очень интересная ситуация. Мне, кстати, Вилат еще говорил, что типа они СК не обыграют и все такое. Так что Вилат мне поспорил. Черный Пес минус Ксайрекс, как мне сказали. Правильно его ник произносится. И в итоге здесь придем к Маркелову. Черный Пес тоже должен включаться в раздачу. Ставим, забиваем. Занят. И последний раз на этом взрослении. Нет, нет, нет. За Маркелову. За Зепсом. За Зепсом. Зепс у нас здесь. Собиратель. Вот кнопочка на него. Все. Запомнил. Ну и 1-0. Друзья, напомню, что в сетке лузеров играется всего лишь одна карта. И сейчас мы с вами станем свидетелями либо быстрой победы, либо напряженной борьбы. Также стоит отметить, что датские команды умеют Na'Vi создать очень-очень жесткое сопротивление. И если вспомнить вообще матчи против Anexis, то можно слезу такую тонкую и киберспортивную пустить на этом, наверное. Но, думаю, будет все хорошо. Давайте наблюдать. Колон. Игра. Ковры. Вместе с ними Аркейджинг, Сайрекс и Занож. Вот Занож это просто тафинг какой-то протоким. Нож. Это нож, друзья. Вот он. Это нож. Здесь, как видим, под Бенни пошли. Сместились. Колон зачекал. Занож минус подвал. Маркелов попытался за Аркадить. Аркада с люльки не удалась. В итоге пытались найти девайс. Но тут, походу, Марик без девайса играл. Да, без девайса. С пистолетом. Ничего страшного. Вот этот на линг пошел. Принимает здесь Зепс. Играет вразмен на ножа. Да. Это будет подсадка в люльку. Кстати, вот то, что он прочекал сразу же вот это вот пространство, это уже говорит о том, что парни ориентируются-то больше, чем на 100%. Это явно. Ну, уверенно. Уверенно выглядит. Дерзко. Вообще, кстати, динамика игры такая, знаете, здесь очень медленная. Датчан. Вот темп игры задают Нави. И гоняет из стороны в сторону. Но, тем не менее, 4 в 3. Это выход Таапленд. Сеня принимает. Минус 1 дает с ямы. Забирает в голову. Сеню, кстати, там сейчас выжидают. И должны были выйти разменивать. Да, Колонн пошел. И в итоге Колонн. Нет, это Ксайрекс дает минус против Сени. Колонн действует. Вот это вот тут, смотрите, в ящик уже начинает стрелять. Старается. Его друг тоже, кстати, поддерживает. Колонн ждет сейчас здесь на голову. Интересный момент. Интересный. Там, кстати, как раз-таки на него открывают. Клэн. Колонн создает напряжение хорошее. Это деньги для Кэпсо. Минус Ксайрекс. И Колонн 1 в 2. А, угломно поставленный по Старикса Эдварда. Там пошел Дефуз. Колонн сейчас попытается дать Колонну. Нет, нет. Не получается у него на стрейфе попасть по Стариксу. Ну, Старикс его ждет, добивает. Вообще, потом можно будет у Нави спросить, как они чувствуют себя по поводу после игры с Колонном. Все боятся Колонна. Все боятся. Вот. Но сегодня все боялись Финнам. Друзья, почему Беста Фанда? Потому что нижняя сетка. В верхней сетке Беста Фри. Там будет после этого матча финал Винеров. Фнатик против команды Винфакт. Его для вас будет комментировать Тафа. Потом он прокомментирует практически всю нижнюю сетку. Я ухожу комментировать по имбланк. Поэтому, кому интересно, там на вкладку ПБ можете в приложении переключиться чуть попозже. Где-то с 6.15 минут седьмого по киевскому времени. На час. Плюс час по Москве. Вот. Ну и финал мы с ним вместе прокомментируем этого чемпионата. Ну, мы разделили силы и, в принципе, справляемся со своей задачей. Хорошо. Так. Здесь попыточка выйти в центре. Был бомба. Ну, все окей. Здесь снова деглы от компании Колонна. И они, как видим, пытаются сейчас выйти в подвал. И все это будет начинаться на Эдвард. Дедвард сейчас здесь должен зачекать подсадку. Но тут уже... Где, где, где стреляют? А, Маркел! Вот. Убивает. Здесь попытка подсадки. И в итоге Дедвард просто не дает. Какого сделать? Совершенно спокойно загоняет. Как видим, тут уже Смитла попытался Колонн за ним зайти. Но Колонн сразу отъехал. Эдвард совершенно спокойно в позиции стабилизировался. Сладкий. И вот они! Сладкие подсадники. Старик сейчас подвала здесь убирает. И Черный Пес в итоге убивает со стынком аркаду. Минус 2 и 3-0. В пользу команды Нави. Вот он, сладкий первый девайс на раунд, которого сейчас все ждали. Кто такой Черный Пес? Это Сеня, друзья. Вы что? Это Сеня. Сеня Сеневич. Старается Сеня. Будет стараться. Ну что, первый девайс на. Давайте посмотрим, как эти датчане здесь сыграют с ним. Ой. Что это такое? У меня все заключило и... Да беда. Во. Все. Вернул на рост. Контер-страйк. Так. Старикс минус за нож. Тем временем это прием центра. Пуш. Ой. Нави все смыслились на битл, чтобы его принять. Примерно по таймингу на 1.20. Дали ключевые минуса. Выбили бомбу. Убрали колу. Но остался Сарикс и Аркадион вдвоем. Вот это за Аркейджи нам надо посмотреть. Он сейчас будет выходить под Б. Б плэн. Пуш 2. Он пытается стоять со Стариксом. Минусует. 4 в 2. Ждет Пуша по коридору. Но его нету. Как бы в подвал Нави не пошли. Видимо остались на линке. На бомбу пошел Эдвард. Сейчас будет отрезать у нас парня, который должен подойти. Парня, который должен подойти сейчас с респауна. И... Примет он его? Нет. Нет. Там что-то Ксайрек что-то стесняется выходить. Открыться. Так, гранаты в Эдварда. Белый бреется. Простриел. Ксайрекс. Минус есть. Аркейджин тоже к нему подошел. 2 в 3. Теперь уже ситуация на Зевсе. Зевс заходит сейчас в спину к игрокам атаки. Должен, в принципе, их убивать. Минус дает. Да. И Маркелов закрывает Смирласа ВП. Хорошая игра, наверное. Хорошая. Вот я здесь просто проволновался. Совсем чуть-чуть. Тем временем, кстати, друзья, кому интересен футбол. Украинское дерби. Шахтер. Динамо. Шахтер ведет 1-0, да? Правильно? Все, огонь. Тафа, наверное, сейчас там точно уже комментировать. Сюда не придет, пока не закончится матч. Тафа любит Корвалолу попить за свою команду. Но мы продолжаем смотреть за командой Колона. Его друзьями. У нас бар лаганули. Обращайте на это внимание, а не раздупляться. Чуть попозже просто бывает, когда халты влагают. Пакеты некоторые не доходят. Бар просто может погрузиться до конца. Так. Тут Аркейджин, Колон, Туркиш. Прошли все по коврам. Кстати, вот вторая команда. Только уже издание, которая играет по коврам. Да, Аркейджин открывает. Минус Ксения есть. КТ закрывает. Пошла раскидка с КТ. Но она продолжается. В итоге минус Зьевс. Он не смог открыться и разыграть на убийство. В итоге даже размены не дали. Немножечко поменялось. Немножечко опять расклады поменялись. 3 в 2. Но здесь есть все шансы выбить. Вот только Маркелов не мобилен. Ныне. Но это ничего страшного. Есть Старик. Старик красный. По-моему, он с сотой. Сейчас мы узнаем. Но здесь у нас не полнц. Служен бегает. На самом деле у него побольше КП. Граната в Плент. Минус Ксайрекс. Датчане отходят от точки. Встают в закрытые позиции. И самый опасный момент это выбивание. 3 в 3. Бомба пищит. 11 секунд. Все. 3 секунды на врыв остается. Но бомба перекрыта плотно. Перекресток. Покал. Пускай. Минус Ксайрекс. И закрыть просто было не так. Бомба открывается. Вместе с игроками атаки. Игроками защиты. И остается в живых Маркелов и Эдвард. Сейвится АВП. Сейвится Кольт. Ну и это неважный результат пока что. Для нами они в принципе могли в этом раунде сыграть на выбивание намного лучше. Я считаю. Но сыграли как сыграли. И никуда не делись. Я думаю в первой половине в принципе они будут доминировать спокойно своих оппонентов из зданий. Вот что будет просто дальше пока что не понятно. Так. Пошла Идра. Опять по коврам посмотреть. Датчане видимо нащупали сейчас. Слабое место на Ви. Здесь есть яму. Поджим. Зевс дает минус в ножу. И в итоге за нож там по-моему сейчас идет. Ну хорошо. Да. Во правде всего лишь у него. Минус Зевс. Размен дает Ксайрекс. В итоге выход с ковров. Агрейон закрепился. Три в четыре ситуация. У Нави опять опасный момент складывается. Сталикс на стяжке. Эдвард тоже проброс в плент. Хае. И спрей на дэв. Вот этим никого не убивает. Вот и мейч. Ооо. Айк Сайрексу как снесло. Эдвард хорош. Крирты выбить можно. Главное сейчас пытаться поймать первые позиции. В атаке. Но тут есть Колон. И он вершит правосудие пока. В общем правосудие потому что. У Колона когда хедшот. Это сразу просто чит. 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 Лагает кстати. Жестко. А не трансляция. Трансляция все хорошо. Параллельно она кстати здесь показывается. Так. Ну что. 3 в 2 снова сейф. Старикс плюс Маркелов. Эдвардов вбили. 4 в 2. Но пока что неприятные моменты терпят игроки из украинского коллектива. Но ничего с этим не поделать. Как бы. И предстоит сейчас разыгрывать еще более внимательно. Еще более грамотно. Но тут на экономическую часть сейчас могут просто Хепса надавить. Так. Давайте смотреть дальше за встречи. Здесь уже атака под Б планируется. Как видимо. Придел сейчас будет первый. Ой там аккордеон на морозе. Просто сейчас проходит. Уже открылся. С белого его не чекали. Дали. Дали только по таймингу. Поздние флешки. Что делает Колон? Колон вместе с ним. Аккордеон тоже. Короче через дом действуют датчане. Ксайрекс как видим разводил сейчас на на коврах. Но уже испугался Аркада в яму. В итоге чекает рез. Никого здесь не находит в упоре. У Наиви ситуация такая. Что они разыгрывают пока что позиционно. Старик с Б. Аркада в яму. Это Сеня плюс Зев. Сдвоем закрывают на два дула. И это по-моему играется развод. Минус Туркиш был. И по-моему сейчас попытаются разводом атаковать. А Колон попытается один выйти на Б. Поставить бомбу. Странно что на него такую ответственность положили. Очень-очень-очень странно друзья. Это все. Вот не ясно как тут сейчас Сеня. Сеня Зевс. Зевс должен сразу закрывать. Ну знаешь что там разменный игрок. Не пойдут. Не пойдут. Посмотрите. Будут сидеть. Будут сидеть и чесать. Щекотать нервы украинцам. Пошел выход. Хэдшот от Зевса. Видел второго игрока. Прожимает. Минус два. Дал. Здесь калаш. Надо менять девайс. Да. Знать что по коврам. Пошел. Колон в этот момент очень-очень медленно выходит на точку Б после этого развода. Ждет что кто-то здесь остался. Мы как видим никого не осталось. Старикс уже отошел на прием А. Кордеон разводит. В итоге его убивают. Ну и Колон открывается на Б. Один с бомбой. И Нави походу сейчас просто понимает что это развод. Да. Надо было раньше действовать Колону. Он слушает Старикса. И посмотрим как разыграет против Сергея. В компакте с Нави. 15 хп остается у Колона после стычки со Стариксом. Ну поскольку определяет. Х1 есть. Ну 1 в 3. Я думаю здесь с нами не простят. За членник синить его. Давайте поможем Марику. Членник сон. Оп Колон. Минус 1. Минус 2. Колонна. И Эдвард закрывает. Ну вот посмотрите. Посмотрите. А кто в этом парне сомневался? Я даже не знаю. Ситуация была такая. Что он красный. Его со всех сторон жмут. А он еще и минус 2. При этом дает совершенно спокойно. Выцеливает третьего парня. Но пульки-то кончаются. Пульки-то кончаются. И что с этим поделать? Ничего с этим не поделать. Продолжаем наблюдать за встречи. Нави взяли всего лишь 5. 2 есть у Кэпсо. Значит они хотят выиграть. Вообще легко этот Мираж. И не остаться нищим. Они здесь нужно разгоняться. Но видно что датчане играют от такой, знаете, псевдостратегии. Я не побоюсь этого слова. Они трещат. Трещат по швам. И единственное их вот реально шанс. Это если будет удаваться в численном преимуществе выходить на точку 3 в 2, 4 в 2. Вот. Они пытаются разводить. Но будет это слабенько. Но тот же Колон просто вот не... Стреляет он хорошо. Не вопрос. Но у него очень-очень мало опыта. Чтобы например там... Ну то что очень мало опыта. Опыт у него есть. Но его недостаточно, чтобы понять ситуацию до конца. Если бы он в том раунде вышел чутка пораньше, он бы со ста ХП поставил бомбу, занял позицию на кухне и все. Прощай, Нави. Тут уже... Нави нормально. Это хорошо. Колон, кстати, очень молодой. Ему даже вроде бы 20 лет еще пока нету. Но появился на завершении. 1.6.1. Хотя еще не ясно завершение. Нет. Зевс первый минус. Контакт на А. И кроет вдвоем плент. Разворачиваются сейчас датчане. То ли разворачиваются. Нет. Один отошел. А ВП пошло. Это Колон. И вот за этим парнем предстоит сейчас нам наблюдать. Потому что сейчас датчане в меньшинстве. И как раз Колон, по-моему, будет здесь ключевым игроком. Интересно. Такое ощущение, что он через стену здесь видит все. Но видим, как здесь затопал. Так. Занож убивает сейчас Старикса. На Б. Эдвард на приеме. Один на него уже пойдет. Пуш. Минус 2 должен давать. Ставит хэдшот Туркишу. Отлично. Не долвите парню. 3 в 3 ситуация. Должна быть стяжка у Нави. Да. Черный пес сразу стягивается вместе с Маркелычем. Ну, Сеня с Маркеловым. И в итоге Эдвард троет один. Видит сейчас выход. И санож закрепляется. Его разменивает Сеня. Но остался Колон. Посмотрите, Колон, как играет внимательно. Он остался на миде. Но время заканчивается. Это сейв двух девайсов для Ксепсу. И взятый раунд для команды Натус Винсер. Я буду даже ее называть Кэпсу. Потому что так может быть и неправильно, но удобно. Но мне, если что, подскажут. Как правильно читается? Ксепсу? Ксепсу. Ну, будет Ксепсу. Окей. А как вот этот ник читается? Я тоже был в шоке на этого хряха. Хрях из зданий просто. Ксайпекс. Вот так. Режиссер согласился. Значит, все можно. Такс. Зевс. Черный пес. Плент. Вместе с Мариком снова 3-2. Разыгрывают. Старикс. Вот. Обратите внимание. Ни датчаня, ни финна. Вот здесь не оставляли никогда игрока на парапете. И в итоге начинается все с минуса от Аркейжина. Размен от Маркелова. Минус Туркиш. Контроль балкона 100%. И Колон пытается выждать своего звездного часа. СВП в итоге. О-хо-хо! Убивает Маркелов. 7-2. Вообще вот интересно. Давайте посмотрим на статистику. Что здесь происходит у Колона. 5 на 6. Минус 3. Один раз он дал. Но это тот раунд, когда он остался 1 в 3. Ой, 1 в 4. Так. Маркелов 5 на 2. Ну, у Нави пока экшена не было. Вот 1 в 1 только затащил раунд этого. Ну, это против Колона опять же. Ну, пока еще рано подводить статистику. Но я думаю, у нас будут интересные результаты вообще во второй половине. Потому что вторая половина 100% будет жаркой. Там может быть как камбэк от датчан, так и продав... Стиль продавим от Нави. Давайте смотреть за встречей. Сейчас Эка разыгрывает атака. К Сепсе, конечно, сейчас нелегко. Нелегко это стоит отметить. Украинский оппонент очень грозный. Но я надеюсь, что Нави преодолели все свои трудности. Это очень важный момент. Посмотрите на Зевса просто. Такое ощущение, что он не стреляет в кольта, он стреляет молниями. На самом-то деле просто. Первый. Второй. Третий. Четвертый просто после минуса от его тиммейта. Беда пришла. Беда упала, беда пропала. И уехал обратно на маршрутке. За 2,5 рубля украинских. Такс. 8-2. Нави выигрывает первую половину. Остался вопрос только в том, сколько они возьмут. Пока достаточно скучная игра с точки зрения нападения. То есть я ожидал на самом деле от Ксепсова атаки большего. Но видимо эти парни будут выкладываться в защите. Если сравнивать их с теми же самыми аннексисами. Они были намного динамичнее. У них было больше тактического оборота. И естественно. В атаку не так вяло, как эти ребята боятся. Но, тем не менее, здесь есть Коллан, за которым смотрим. Вот он уже сидит, смотрит в дым. Я уже боюсь. Давайте посмотрим. Впечатление. Смотрите. Вы видели что? На папу просто он стреляет. Просто на папу. Он реально знает ситуации, которые могут сложиться. Ну и Коллан остался здесь. 2 в 3. Вместе за ножом отлетает от Зевса. Хороший контроль от Данила. Последние два фрага. Это 9-2. И команде Нави это приносит неминуемую радость. Болельщики просто сейчас стоят. Вообще Нави здесь предстоит такой проход по сетке жесткий. Поляки уехали домой. А Nexus идут дальше. Вниз упала команда SK Gaming. И это просто лол что? И скорее всего это будет уже SK, не поляки. Потому что поляки вроде бы должны были выходить на SK по сетке, если я не ошибаюсь. Ну, тут полный-полный круговорот событий, которые нам с вами просто не понять. Вот это, наверное, самый непредсказуемый чемпионат года. Его, наверное, так и назовут. Про этот чемпионат потом будут, знаете, ходить через 5 лет легенды. Как так получилось? Так, Коллан теперь реально в натуре решил подрубить, походу. Он решил взять скаут. У него, в принципе, не скучает. Скаута он может не убить здесь и не убивает вообще пока в половине. Но он его взял. Это значит, что Коллан на подъеме сейчас... Ой, минус Маркелов от Коллана начинается, друзья! Смотрите, почти минус 2. Будет ли это минус 2? Нет. Коллан уходит. Семью хп. Его тиммейты ставят бомбу. 5 в 2 ситуация. В итоге за счет Коллана туркиша идет пробитие. Просто B. Были данные ключевые фраги. И черный пёс с Зевсом просто будут здесь сайвить девайсы. Просто уже не подпишись. Вот у Зевса 27 хп. Он снялся сейчас с Колланом. 9-7 оставил. Коллан взял Кольт. Пошел. Ну, как-то вот он, знаете, играет с одной стороны неуверенно, а с другой стороны Коллан. Да, вот... Помните прикол? Когда мы с вами смотрели игру сборная Норвегии против сборной... Я не помню, против кого они играли, но в сборной, наверное, Норвегии был такой игрок Теки. Который сейчас, кстати, за The Nation потеет изо всех сил. Тратит свои норвежские силы на русскую команду, которая приехала втроем поиграть. Значит, этот Теки в одном из раундов, когда все плохо у сборной Норвегии, покупает просто биатлонку и пишет Ник Коллан. И идет делать два хэдшота. Вот как так называется. Лол, что? Ну, видно было, что Коллан даже с ВП просто выходил на А, сразу смотрел в ящик и просто сквозь него смотрел. Чуть-чуть не довел. Думал, что оппонент стоит, но оппонент не стоял. Ладно, продолжим смотреть. Здесь 9-3 раунд Аксепсу с прорывом Б-плант А был. Сейчас играют по ДА. Небольшая такая у них здесь финская стратегия получается. То, что пошли снова по коврам. Но на ТТС-2М основной звеной всех человек будет действовать с ямы. Выходить на осенью вместе с Зевсом. Маркелов будет на стяжке стоять, естественно. Он чекает сейчас белый ящик. Просто на тайминг в случае слоуплея от оппонента. Но слоуплей пода. Пока этого не знают. Вот если бы на Айве про Аркадили, то все нормально. Но принимает решение на Айве, что все, можно сыграть. Но укрепление А, два на выбивании, два сплента. И попытка выхода сейчас будет. Так что там Коллан такое странное делает. Тут подсадка как-никак. Посмотрите, а. Попрыгали друг на друге, полазали. Будут заходить сейчас в плент. У них такая помещается и трех человек с прахидом. Начинает действовать. Закрывает Маркелова. Закрывает Эдварда. Туркиш открывается. Тем временем с Кавров. Мажет флешкой. Ничего страшного. Смотрим за колонном. Это Кольт. В итоге спрей. ГТ. Зевс уже не был сон. И КП. Он выход в упор от... Такс. Минус. Так. Зевс. Нет. Держивает. Убивает. Старикс разменивает. 4 в 2 ситуация. Старик с Маркеловым вдвоем. Это сейв. Это сейв. Тут просто Маркелову уже не... Этично будет идти разбиваться. В итоге под раскид. Датчане атаковали очень-очень уверенно. Вот я пропустил моменты атаки, потому что смотрел как раз таки за атакой. Вообще, чтобы понять, как идет атака, надо смотреть за игроками защиты, естественно. Но, я как понял, вот эта позиция сразу была закрыта. В упоре никого не было. Вот если бы здесь кто-то был, могли бы звено сразу вскрыть. Мы играли очень закрытый дефицит. То есть, КТ, вот он Зевс был. Эдварда убили походу сразу на заходе. Но он играл стяг. Значит, это КТ. Нет. Непонятно, где убили Эдварда. Потому что он был с Маркеловым в люльке. Вот, буквально, за секунду до атаки, а потом он в право. Ну и того, 9-4, друзья. 9-4. Тем временем, в футболе Шахтер Динамо по-прежнему 1-0 в пользу Шахтера. Кафа, наверное, вне себя от счастья. Ну и у нас доигрывается первая половина. Осталось буквально 2 раунда. И до наведения 2 раунда еще не должно. Вообще, 4 раунда для Кэпс Сепса хорошо. Если они будут шагать в ногу со временем, и в защите начнут брать. Оп, колончик минус Старикс. Где? Ага, под Б. Старикс, посмотрите. Старикс все раунды практически занимался белого ящика здесь. И, по-моему, в один прекрасный момент просто колом понял, что происходит. Понял, что с этим делать. Сейчас я попытаюсь вырубнить карту. Все. И пошел убил. 4-5. Эдвард на зиге. Значит так, там по коврам 2 игрока. Занош Аркейжин. Тут сейчас будет стычка на центре. Зев сдает чек. Нет, Зев, стоп. Зев смотрит коридоры. И в итоге нас интересует здесь, конечно же, Эдвард. Который Аркадий сейчас намерил. Это опасная ситуация. Там уже белый ящик. Он будет забирать в уходе. Игроков нападения. Он рукает гранаты. Он не дает ни одного минуса. Колонн. Прыжок. Минус ящика. Чек люльки. Но понимает же. Понимает он. Он вот думает, что там еще кто-то на бою остался. Но там Маркелов. У Маркелова ситуация крайне тяжелая. Потому что он один. Он с ВП мажет первый выстрел. Ну, не лучшее время для Марика. Но у Зума нет. Аркейжин закрепляется на Б. Зевс тут занимается кухней. Все, пошла Аркада. Просто спокойно перекрывает кислород сени. Который был в шоке слегка увидеть на кухне. Столько игроков нападения. Ну, и Ксарис заходит в спину. Зевс Аркада также помедлу. Но она уже не будет результативной. Вот колонн. Вот здесь. Пропрыгнул на ящик. Кто не видел. Вот так вот. Оп. Прыгнул. Сел и убил. Он уже походу с наведенным прицелом просто смотрел. Высматривал через дым. Аркаду на пары. Ну, к Сепсу тащат. К Сепсу тащат, конечно, стараются. Но никто не хочет. Вот представьте Ксепсу как. Они датчане. Проколана шумиха. К ним присоединился Аркадеон. Они, естественно, в родных стенах, на родной земле. Они не хотят вылететь с чемпионата. Но Нави на этом чемпионате, конечно, изрядно. Изрядно в плохом либо настрой подошли, либо не стоя на гипстали. Потому что начали они играть очень-очень неубедительно. Вот. Но пока все хорошо. Нижняя сетка дает о себе знать. Конечно, Нави уставшие. Но из нижней сетки будет дать этот чемпионат. Это невозможно. Если Нави это сделают, то я, наверное, буду просто... Я, наверное, буду просто не себя от счастья. Я буду в полном счете. Да, это просто... Это уже будет не команда Нави. Это будет команда роботы. Просто. Можно будет потом новых трансформеров снимать на эту тему. Назвать трансформера какого-нибудь Навитикс. Ну, представляете, один из карцов. А это только вторая. Ну, там 11, если финал там будет играться. Ну, да, там было написано Best of 2. Если это понимать правильно, то это, по-моему, две серии Best of 2. Хотя точно пока что неизвестно. Так, за нож. Маркелов. Аркада центр в коридоре. Минус за нож. Есть. В итоге нас на игры агрессивно нет. Тут опять, походу, с метлом играют. Так, вот, Туркиш. Аркадион ковры. Аркадион играется со Стариксом. Макс Айрикс у нас уже на коврах под точкой. Я, по-моему, снинулся. Пол он остался на медле. Ну, он закрывает. Вот сейчас уж ждет Эдварда повторно. Но Нави здесь не дублирует раунд. Они больше стараются сыграть. Ну, ура. И у Старикса сейчас будет очень-очень фраговый момент. Фраг момент от Сергея. По-моему, Сережа слишком сильно капитанит. Потому что он уже... Такс. У меня начинают кончаться комментарии. Потому что сейчас были два фрага совершенно спонтанно. И кол он отрезал Зевса, походу, на линке. Как я понял. Да, просто Зевс пошел Аркадик по старой схеме, как это делалось. И в итоге просто беспрецедентная сделка от команды. К Сепсу выход на 9-6. Остался последний Маркелов. И его здесь Ксайрекс попытается сейчас задавить. Две флешки. Задавили. 9-6, друзья. Вот такая вот половина интересная получается у нас первая. Нави, в принципе, разогнались. Задали жару. Сейчас будет у них смена стороны, естественно. Но я думаю, сразу начинать им не стоит. Тут нужно по-любому обсудить пистолетку. Так как... Ну, так как... Это тяжело. Это тяжело. Вести в преимуществе всю половину. А потом отдать два первых раунда. И пошло-поехало. Пошло-поехало. Как так и все такое. В чем причина такой игры, пока что непонятно. Может быть, это... Какой-то... Может, это магия, друзья. Какая-то украинская специальная. Не знаю. Может, они с собой что-то не взяли. Может, им надо немного мотивации, чтобы они начали уничтожать. Но, думаю, во второй половине, в принципе, если в атаке у них все хорошо. А вчера они показали, что у них все более-менее нормально. Как бы они играли с Анексис. Но Анексис такая команда, которая... Анексис такая команда, которая, в принципе, умеет играть с Na'Vi. И вообще не смущается, что она с ней играет. С этим ничего не поделать. Анексис создает спокойное давление. Манипулирует действием Na'Vi совершенно спокойно. И все такое. Так, ну что же, мы ждем. Когда игроки поменяются до конца сторонами и начнут все-таки играть. А то пока все как-то мертво выглядит. Очень. Ну, лучше нами, конечно, здесь обсудить. Первая пистолетка, кстати, решает очень многое. Во-первых, Сэпс играет в защите. То есть минус пистолетка это 2 эко, плюс 2 раунда. И Тау-11. В итоге мы имеем там на девайс на раунду у Сэпса тоже девайсы. А если будем ставить бомбу, не будем тупить, то все будет огонь. Но у Na'Vi в последний раз в атаке жесткие проблемы возникли на Intel Extreme Masters против поляков. Но датчане далеко не поляки. Поляки были на голову сильнее. В то время. Тем временем идет 78-я минута матча «Шахтер-Динамо». И там все еще 1-0 в пользу «Шахтера». Таффа, наверное, сейчас в шоке. Таффа вообще на самом деле хотел поехать. Поехать посмотреть этот матч футбольный. Но в итоге остался здесь комментировать Копенгаген Геймс. Просто у нас так получилось с расписанием Старладера и Кибравена, что просто невозможно было бы это поселить мне одному сразу на 2 дисциплины бегать. А пропускать такое событие тоже не хочется. Все-таки это нормальный поворот событий. Я думаю. Ладно. Но мы пока что ждем, когда начнется игра. Вторая половина все еще не стартанула. Нави, видимо, что-то серьезное хотят подумать. Я пока что посчитаю ваши комментарии, которые есть. 2-0? Не 2-0. Мне сказали, тут пишут, что 2-0. Странно. Сегодня надо покупать новые трусы с флагом Дани, кто-то пишет. Ну, возможно, возможно, друзья, надо. Как бы это... Может, это такой знак, что пора бы устроить обновку. А может быть нет. 2-0, да. Там вот-вот-вот. Вот здесь уже раньше написали. 2-0 шахтер ведет. Ладно. Все. Тафарат, наверное, раз 2-0 должен сюда прийти. Ну что, три рестарта и гол. Друзья, напомню, что это вторая половина. Нави против... Ксепсо комментирует слэм. И с вами я на сегодня здесь, наверное, не последний матч. Но на три часа у меня потом будет перерыв. И к вам вернется Тафа, пока он досматривает футбол. Ну что, 9-6 сыграли первую половину игроки команды Natus Vincere. И, в принципе, выглядели очень-очень-очень сильными вначале. Но потом ксепсу подобрали ключик к их игре за защиту. И продемонстрировали нам, что такое. Что такое уровень. Что такое камбэк. И, в общем-то, все. Ну что, были данные рестарты. И игроки защиты. Что это такое? По-моему, нет. Вроде писали три рестарта и гол. В итоге не готовы просто парня играть. Ну, что ж за беда. Что ж за беда-то такая? Как так? Почему ничего не происходит? Ладно, будем ждать, когда все-таки они рестартанут. Наконец-то напишут «Готов». Для любителей поинт-бланка напомню, что сегодня матчи Старсерии. Вечером в расписании можно посмотреть на ПБ Старладар ТВ. А я пока... Пока еще здесь. Туда пойду чуть попозже. Как здесь? Досмотрим. Так, пойду. Ладно. Так-с. Рестартов все еще нет. Ладно, на один вопрос можно, наверное, ответить. Один раунд добавился. Да, друзья, сейчас я... Вот так. Оп-оп-оп. 9-6. И заморозим. Заморозим счет, не волнуйтесь просто. Мы уж первую половину-то помним. Добавился и добавился. Куда он денется? Вообще меня не улыбнуло, когда ХЛТВ на матч ССК вылетело. То есть сломалось и нас выкинуло. В итоге бары заглючили, худ заглючил, все заглючило. И мы сидели просто переживали немножечко. Ну, перед началом второй половины еще хочу отметить, что у Na'Vi дальше будет нелегкий путь. Я сейчас даже посмотрю. Вот у меня сетка еще осталась прогруженная, она без кэша. То есть старая. Так, Na'Vi к Сепсу. Дальше у них будет 55-й. Это, по-моему, Альтернейт. Да, это потом Альтернейт. После Альтернейт у Na'Vi, скорее всего, будет СК Гейминг, если их Лимон Докс не обыграют. Но там, может быть, нежданщик. Аnexis тоже что-то погнали и начали выигрывать на чемпионате. Ну, и Таффа для вас прокомментирует, естественно, матч Na'Vi против Альтернейт. Потом прокомментирует для вас, естественно, Na'Vi против СК, если Na'Vi пройдут Альтернейт. Ну, а здесь пока что рестарты на вторую половину. Она начинается. И давайте, наверное, смотреть. Здесь уже готовы к бою. Готовы к бою все. Все и вся. И вернемся в игру. Разморозим счет. 9-6. Первый период, напомню. Ну, и сейчас пойдет борьба. Не на жизнь, а на смерть, на самом-то деле. Так, Колан, Туркиш. Игра будет у них. Хасплэн Тау. Крепление Б. Нет, за нож останется в центре. Чекать, наверное, играет под Б. Ну, да, как и все раунды, в принципе. Многие команды играют сразу под Б. Но играют как-то по-особенному. Посмотрите. Со стяжкой на мидла Старикса. И здесь два игрока в тавере. Походу, просто ждут. Возможности любой. Чтобы к ним зашли. Глок сверху Юсп. Куда ты смотришь? Зевс. А, ну Зевс ждет на голову. Оно понятно. Все окей. Здесь, как видим, просматривается мидл Эдвардом. Старикс подходит. И, конечно, вариант атаки пока не решен. Но, скорее всего, это Б. Но тут возможно так, что Маркелов Зевсом качает. Если открывается, то через центр бомба Эдвард. И Сеня, он же черный пес Петербурга, стягивается на А. И они с линка просто кроют защиту. Но пока здесь вот такая вот линия. Первый, второй, третий, четвертый. Отбить будет здесь сложно Б. Это раз. И, видите, она тоже будет проблематична. Она, конечно, отдана. Но отдана как ни на кого-то. Так на кола. На выход мидл. О, это ошибка. Это ошибка, по-моему. Да. Заново сразу ставит фидшот. Первый в Сеню приходит хруппап. Идет прокид Парапета. Колон минус Маркелов. Все это попытки побежать разменять. В итоге стреляется с Колоном. Колон урабатывает. Минус 2 в итоге дает. Нави 2 в 4. Юс под Старикса. И сейчас только конкретные, конкретные какие-то действия жесткие выведут Нави на новый левел. И Эдвард 1 в 3. Бомба у него. Надо тряхнуть. Надо Эдварду сейчас тряхнуть Акордеона. Сыграть внимательно. Нет, он прочекал. Спешит, спешит поставить бомбу. 18 секунд. Это понятно. Гранату ловится. КТ. Надо убить КТ. Теперь, ну, план появился. Но здесь слишком много планов. Можно просто кроет по таймингу. КСАР-ЭКС. Это 9-7, друзья. 9-7. И вот они, проблемы начинаются. Наверное. Вот они начинаются. Вот я вижу, люди сейчас просто заходят, наверное, домой. Приходят домой. Включают компьютер. Открывают браузер. Удут смотреть репортажи на разных сайтах. И видят там просто непонятную сетку. И не понимают, как это произошло. Как это произошло. Можете, кстати, на Кибералене посмотреть. Там тоже вроде есть сетка. Только Винеров. Хотя нет, лузеров должен был Индиго уже сделать. За это время. Если есть, то все будет окей, я думаю. Ладненько. Черный пес. Зевс, Эдвард. Как видим, 3. Ну, все. Все на. Все с глоками. Не хотят они рисковать. Тут, наверное, колон. Распекаться. Ну, садись. Так что зал. Тут жер. Ой, тут еще рабатывает. Здесь с огнем. Ну, колон и кардион. Колон в итоге только один фрак дали сделать. 9-8. Но это 9-9. Короче, с хабс экономику сбить можно будет только девайсным раундом. И это будет очень, очень несладко. Но это тяжело. Вот сейчас девайсы без бомбы. Как бы на счете 9-8. Ну, тут жесть, конечно. Жесть. Что я могу сказать. Так. Заножчик центра. Потому что посмотрите, как встал. Сразу ждет на заход. Просто, чтобы плевуху с берста повесить. Отбежать. И все. Потом простреливай, не простреливай. Он все равно убежит. Все равно обманет. За ним будет инициатива. Нави очень медленно играет под бет. Нам. Сайрекс. Но не бай берут, потому что против Фомаса стоят. Здесь вроде 3 кольта. Да, 3 кольта. Это уже опасно. Все. Не отправляет под а. Развлекаться сами играет под бет. Эдвард Старикс. Маркелов, как видим. Подъемом. Пока опять-таки не ясно, кто куда пойдет. Что же делать? Как же быть? Все равно тебе водить. Так, выход B. Выход B. Старик с Айрекс на приеме, друзья. И, наверное, это сейчас будет что-то жесткое. Да, Старик ставит хэдшот. Пробито B. Отлично. Действует нави. Приходит за нож. На хелп. Здесь уже, в принципе, должны привыть игроки команды нави. Вот Зевс. На втором заходе за ножа, который готов был сейчас с берзда попасть по голове. Сразу смотрел прицел на конец. В принципе, нас удивил и сделал Зевс моментальный хэдшот. Так, отдаю в окно. Укрепляется Зевс. Минус 2 в исполнении Данила. Там идет Чек в прыжке. И, по-моему, это сейв. Сбирает Маркелов первого. Второй, второй, второй Аркадион. Но он здесь за Аркадийл просто с точки А. И, слава богу, нави. Нави 10-й раунд. Все-таки без проблем. Все-таки без проблем. Берут они этот момент. Обыгрывают своих соперников. И остаются в достаточно хорошем. Преимуществе на 2 очка. Это минус деньги. Надо только посмотреть, хватит ли инициативу датчанам сыграть слив. Хватит ли им здесь опыта понять ситуацию. Просто если они не играют слив полный, то берут бай. Они теряют, во-первых, на 2 раунда деньги. Во-вторых, если проигрывают, еще и по счету будут уступать жестко. Ой, понеслась. Но это уже, а-ля, знаете, ва-банк на средней стадии игры. То есть, если что, мы можем просто закончить бензином и керосином. Сжечь колона. Ну, посмотрите, что купил. Вот кто что, кому фамаз, кому чего. Колон со шприцом. Сейчас еще побежит в люльку, словит флешку, уходит на Б. Нави атакует быстро Б, понимая, что там воля. Ну и будем смотреть за колоном, за приемом. Мне просто интересно, покажет ли он сейчас то же самое, что... Ну, он сразу попал. Почти будет промазать. Пытается попасть в голову, но не успевает зафокусить. Нави действует молниеносно быстро. Приказа Сталикс рассыпается. Просто сейчас команда изданий с названием Ксепсу. И это один из травм для команды Нави. Ну да, проблем не создают Ксепсы здесь. В командной игре что-то нет. Ну и Колон даже как-то не двигался. Странно это. Странно это, друзья. Что я могу сказать? Продолжаем наблюдать за... Матчем. Бьют рекорды. Ну мы просто с режиссером здесь посмотрели на одну штучку. Так как здесь уже, в принципе, поиски Аркаши. И они закончатся, по-моему, на черном Псе. Опс, нет. И он еще добил. 11-8, друзья, в пользу Нави. Ну что, Нави, неужели? Надо выигрывать. Надо выигрывать сейчас к Сепсу. Дальше сложный оппонент. Дальше будут уже трудности. Вот я уже боюсь за Тафу. Но, слава богу, у него сегодня шахтер выигрывает. И Тафа будет здесь сидеть, не знаю, с маленьким кривололом. Ну, все режиссеры болеют за Киев. Между прочим. Я понял, за Киевское Динамо. И режиссер меня только что хотел увезти в багажнике в лес. Я вообще нейтрален. Но, что Тафа сможет покомментировать Нави на позитиве. А то он сегодня был какой-то все утром негативный. Итак. Тут пока что эко. Смотрите, видите, потеряли. Остался один кольт. Они могут сыграть ЭК и снова закупиться. Но если выбить кольт, сложность уже будет по бенгам. Ну, короче, экономика пошатывается. Эксепс, им надо этим пользоваться. Эдвард, ну что ж так... Не гожешь так разыгрывать-то. Смотреть в стенку и потом думать, что тебя убивают из этой стенки. Когда там чувак сидит с КТ. Ты же прочекал уже. Приволновался. Два раза провернул. В итоге за нож здесь попытался чекнуть Старикса. Посмотрите, второй раунд подряд Старикс просто этого чекающего датчанина. Берет за нож. И бреет. Почему Best of Fun, друзья? Потому что Best of Fun. Это нижняя сетка. В верхней сетке играется Best of Three. В нижней Best of Fun. Вообще идеальный дабл эллиминейшн. Это Best of Fun везде. Но тут такие правила, с ними не поспоришь. Так, перекрытие Бэплэнта. Плотное. И можно ставить бомбу. Главное, это сейв. Но я думаю, Аркадион здесь уже никуда не денется. Пойдет обратно в ковры. На этом сейве застянет. Колон попытается из него болта профита срубить. Изучает он, куда ему деться. Аркадион минус Маркелов. И это девайс. Это плюс девайс у колона. Колончик, колончик, колончик. Колончик побежал. Дал. Попытки забрать. Ничего. Колон. Заберет. Нет, дадут. Не понимает, наверное, что девайс нельзя отдавать. Но колон здесь как-то... Сейчас, наверное, будет хедшот. Все пули. Все пули просто сейчас. Сеня выстрелил в колонну. В итоге добился пистолета. Но Аркадион здесь без проблем засейвит. Бомба взорвет через 10 секунд. По этому времени еще есть здесь. Может быть, успеет догнать. Хотя, судя по позициям, вряд ли до этого даже дойдет. К этому и близко не было, друзья мои. Террористы победят. Террористы победят. Друзья. 12-8. 4 раунда нужно взять в команде Нави для того, чтобы завладеть победой над командой эксепции. Пройти дальше по сетке. Там, где их будут ожидать, если я не ошибаюсь, альтернейт. Да, альтернейт. Ну и, конечно же, им еще предстоит немало. Немало попотеть дальше. Вообще не знаю, дойдут ли Нави до финала. Но финал сегодня я в любом случае увижу. Ладно. Давайте наблюдать, что здесь произойдет. Так, Нави решили сыграть атаку. А, укрепление П. Ксайрекс за нож. Однообразная. Туркиш перекрытия Старикса. И Старикс убирает. Туркиша отлично. Линк пробили. Надо выходить с ямы. Месть открывается. Ящики пошли. 4 в 5. 4 в 5. Посмотрим, как сейчас нападение сыграет. Да, готовится раскрытие подготовка. А. Но их задержали флешками. Минус от Аркадеона. Неприятный момент. Сеня Белый. Весь сидит в дыму еще. Ксайрекс. Минус Зевс. 2 в 4. Ну, выходили в таком перевесе. Но затормозили. Смогли убить одну позицию. В итоге вышел Сеня. Минус дал. Тут уже на 3 фронта работать надо. Все сложно. Его закрывает под флеш. Маркелов последний. 1 в 3. Кола на ВП против него. Так, за нож тоже с АВП. Лау 2. ВП против Маркелова. Одного. Одного убивает АВП. Остается Кольт и Фотка. Смена девайса. И ты на мобильности. Можно просто здесь потащить. Постараться потащить. Мы знаем, что Егор может. Ну, тут он уже просто отчаянно идет. Он понимает, что надо. Надо идти. Бомба там. Ничего не сделать. Так бы убежал. Но вот придется. Предстоит идти. Он знает примерно, что Колон рядом. Но игроки защиты, посмотрите, не лезут. Они бомбу-то видели. Ну, забрав бомбу, Маркелов только спалится. Очень жестко спалится. Тем более, его там будут плотно закрывать с двух сторон. Он ждет кого-то Зиги. Но надо смотреть не туда. Смена девайса. Развод. В итоге сзади его греют просто. Но он не знал. Я не знал, что в линке есть игрок защиты. Когда Сеня просто погибал на той позиции, где упала бомба, Сеня был белый. И Сеня не мог дать вообще полной информации об этом игроке. И с этим ничего было не поделать. Какой счет на трене? Винфакт и Скав. Винфакт убили Скав. Друзья, я думаю, Винфакт вообще этот чемпионат походу хотят выиграть. И я думаю, если они дальше будут играть на таком же позитиве. И после длительного перерыва, если выиграют финал винеров, и после перерыва, если справятся с самими собой, то в финале будут более-менее бодрые. А пока два кота. Итак. 5-5. Под Б-пунтом. Там никого у ящика нет. Эдвард остался. Заножк. Сайрекс. Плэнд. Туркиш. Люлька. Кулна. На 2-1-2. Схемка с центром. Маркела в центру. У Na'Vi. В принципе, тоже 2-1-2 игра. Только Бомбари под респом осталось. Но ее заберут. Ее, я думаю, заберут. И все будет нормально более-менее. Не, не забрал Зевса. Хотят сначала, по-моему, численным преимуществом завладеть игроки команды Na'Vi. А потом уже пытаться реализовать его, естественно. Ну, чтобы полегче было, здесь игра с подсадкой. И минус Зиг. Нет! Ксайрекс минус Старикс. Это инфа про Эдварда. Если там был... Ой, тут за нож перекрывает. Туркиш минус Зев. Сейчас будет минус. Просто там не дадут выйти Эдварду. Как видим. Ну да, не дали почти выйти Эдварду. За нож чуть-чуть замазал. Маркелов за нож Эдвард. И Марик 2 в 4. Вместе Барис с Сеней. Ксайрекс бреет к Зиге. И все. Тут берут свои десятые очков все-таки датчане. Это, кстати, минус деньги. Между прочим, у Na'Vi они не ставили бомбу. И чтобы закупиться, им нужно хорошенько подумать 4 раза. Перед этим. Очень хорошенько подумать. Сене остался 1 в 4. Его там в спину сейчас просто Ксайрекс заберет. Да, хэдшот ставит. 12-10. 12-10. Жаль, жаль, жаль. Ну, раунды просто строятся сейчас реально от игры до контакта. Я считаю, что против Ксепса не стоит играть с какими-то там сверхъестественными подсадками. Хотя после подсадки просто, по-моему, там не ожидали увидеть парня в Зиге так близко. Обычно смотрится это все с достаточно закрытого расстояния в начале. Но в любом случае, ничьи в этом матче не будут. Не будет. Будут допы и... Будет ад. Будет ад. Огромный ад. Продолжаем наблюдать за встречей. Эдвард и его компания с глоками, как видим, да, все-таки не решили потепать. Решили слиться на Хрякса. Ксайрекса вышли. Хрякс. Не, Хрякс это просто... Курякс, вот. Курякс, кап. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, ничьи просто огонь. Особенно за нож это вообще... Это знаете, ничьи сборной Таджикистана, по-моему, здесь. Ладно. Колонизирует пока что колон, но идет он не очень хорошо. 13 на 16. У него общая статистика. За матч за половину не знаю. Давайте смотреть. Нами готовят сплит-центр. Плюс яма. Яма-бомба. И это не ключевой сплит, чтобы трех потерь не было. Но на перекрестном огоне рискует попасть. За нож минус Слюрки. Забирают Старикса при проходе за белый. Флэш от Занажа. Влетает дым. Он не убегает. Остается. Туркиш минус. Дает размен в линке. Надо открываться с ямы. Опять 2 в 4. Ну, что такое-то? Почему снова 2 в 4? Ну, надо собраться. Дали размен. Все, 2 в 2. Ситуация под контролем. Там стяжка с Б. Занажа просто... Надо перекрыть. Надо перекрыть парня. Маркелов должен пройти. Зевс поставить бомбу должен. Но там гранаты. Зевс ждет в спину. И Маркелов попытается сейчас... Очень... Ой, у Марика ситуация вообще катастрофа на самом деле. Просто если Зевс сейчас здесь не поможет. Ничем не будет закрывать. То они даже в размен не сыграют. Тем более Маркелов как бы может спалиться сейчас... А, ждут Маркелова. Вот оно что. Все, он ждет Марика просто. То есть тут надо открываться на КТ. Либо очень-очень внезапно. Либо не открываться вообще. И ждать, когда Зевс придет. Отвлечет на себя внимание. Ой, Марик увидел. Минус найс. 2 в 1. Занажа Б. Бомба. Есть. Есть. 2 в 1. Все. Сейчас самое главное, чтобы кто-нибудь не спалил свою позицию. Не пернул где-нибудь на коврах. А то всем все станет известно. И начнется, по-моему, жесткий-жесткий кипиш. Ну, такое бывает. Такое бывает. Занож. Чек ямы. Ну, тут он с ВП идет просто с прицелом такой. Знаете, школьник-телепат. Я бы его назвал. Алгебру сдал. Все сдал. Окуляры купил. Пошел. Красавчик, конечно, если не читер. Но не светит, блин, здесь, по-моему. Ничего. 13-11. Ну, потом и кровью Найви выбивает себе этот 13 раунд зловещий. Нужен теперь 14-й. Они, в принципе, по деньгам к Сепсу не повернули, потому что два подряд отдали. И здесь, опять же, мысли меня посещают такие негативные по поводу того, что будет дальше. Очень-очень-очень негативные. Так. Минус от Синий. Минус от Старикса. Фаст игра. Минус два далее. Все. Главное теперь на размен не попасть. Колон ЮЭСП минус Старикс. И остается последний Старикс. Гранаты с кольтом. Ох. 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 Ну. Жесть. Жесть. Просто жесть. 14-11. Ура. На Ави все-таки это делают. На Ави это как-то делают. Так. Сейчас один момент. Технически на трансляции. На одну секунду. Sorry. Прямо один момент. Быстро-быстро-быстро я вернусь к заставке. Пардон за нее. Просто нужно кое-что сделать. И чтобы это не было видно вам. Что-то такое. Ну и все. И обратно в Counter-Strike. Все. Я все сделал. Так, друзья. Пока. Ааа. Я понял, что это происходит. Понял. Ну что. Касарь на Ави. Вот. Мне тут написала одна девушка. Которая раньше профессионально вроде бы как играла в КС. Если даже сейчас не продолжает. Она стоит касарь на Ави. Касарь русских деревянных. Ладно. Давайте смотреть дальше. Заматчим. Ну что. На Ави взяли 14 очков. Розыгрыш ничьи. И они попадают на неэко. На байраунд. Колона ВП. Хрякс. Посмотрите. Сразу же Аркадий. Это все ли Ави. До этого Ави также играли в поджим. 2+. То есть. Люки должно было быть закрыть. Но здесь нет. Да. 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 Все. Под ситуацию все сработало. Касарь заходит в ЗИГ. Здесь Бенни открылись. Тяжкая ситуация. Возникает у ребят. Из команды. На Ави. Тяжкая. Вот на именно этой стадии раунда. Вообще они все в силах изменить. Главное чтобы сейчас не было. Лол. Что моментов. Например. Колон минут 4. И все такое. На Ави после размены иногда плохо контролирует ситуацию в меньшинстве. Вот. Лишаясь преимущества. Они поэтому и пытались в последний раунд работать именно в преимуществе. Вот убивают минус. Делают минус. Дают второй. И чувствуют себя комфортно. А до этого пока нет. Меня вот пугает Ксарекс. Очень сильно. Если он сейчас пойдет чекать Ксарекса. Убьет. А не. 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 Ксарекс если откроется. Он потерпит. Он потерпит. В итоге смотрите. Стягивается под Б. Колон ждет аркады в люльку. Аркады в люльку нет. У предусмотрительное. Слушайте. И в итоге здесь даются дымы центра. Перемычка нет. Флэш дыма от игроков. Защита вообще. Выход на заножа. И он сейчас тут будет принимать с ящика. И возможно даже парня просто пропрет. Давайте смотреть. Зевс минус. Ксарекс есть. За нож ждет своего звездного часа. Минус один. И. Моментальный размен от Нави. Великолепная координация. И чувствуют себя непрекрасно. Сконцентрировано. Очень вышли. Атаковали в опасной ситуации. Зевс. Пуш. Кухня. Получает колон по булкам. Минус. Акарьон. Такого Зевса еще не было. Знает в этой встрече. Вот он. Вот он проснулся. Так и надо было играть до этого. Остался туркиш. Но в принципе турецкий датчанин. Он же туркиш нам не особо сильно опасен. 15-11. Нави делают это, друзья. Нави делают это. Это ничейный раунд. И в принципе. В принципе. Все складывается хорошо. Эту игру выигрывают. Что будет дальше? Меня этот момент тоже очень сильно-сильно беспокоит. Просто пока. Не ясно. Это сразу-то колончик соберется. А, тут бабла нету. Лол, пистолеты. Пошли фамасы как бы. Вот с Нави сейчас надо брать. Но вот на этом же ходу 16-й очко. Если они его не берут, то это будет очень... Я даже не знаю. Слово не могу подобрать. Это слово должно быть одновременно и плохим, гадким, но и описывающим всю ситуацию. Не, ну на одной волне, пока не выдыхали, все хорошо. Они стоят против фамасов. Главное это понимать, как бы... Хотя они, думаю, знают. Они экономику, в принципе, хорошо засчитали. Минус туркиш пока что от Эдварда. Отрабатывает Эдвард коридор. Не дал зааркадить. Уже бонус. Взявся минус 40 кп. Сейчас Ксайрекс прочекает ковры. Ну, дал флэш. Оп! Пытался закрыть, но... Нифига. Флэшка, кстати, красивая просто. Текстурки обратно падает. Весело. Весело бывает. Во всем этом деле. Ну и стяжка от Нави. Под Б поиграли. Посидели. Решили стынуться. Аккордеон, кстати, пошел посмотреть в аркаду. Там укрепление Б. Аккордеон дает инфуши. Типа на А никого нету. Выходит с яма. На самом деле тут на А надвигается просто большая украинская туча. Скользкая. И готова проскользнуть на плент, поставить бомбу. А, Аркаша еще ковры решил занять, по-моему. Да, слышали Аккордеона. В итоге пошел выход. И в ковре минус Аркаша. Ну, это хорошая доминация. 3 в 5. И если проблем дальше не будет, то надо тупо ставить и брать этот раунд. И Нави, в принципе, после этого... Блин. Будет себя чувствовать очень невероятно. Нет, на самом деле сыграли уверенно. Просто я волновался за то, что колон. Это непредсказуемость. Парень просто может отштопать. Ну, вот он последний в последнем раунде. 1 хэдшот 16-11, друзья. 16-11 и... Что я могу сказать? К вам вернулся Тафа. Ну, а я вас покидаю. Для вас этот матч комментировал Слэм с Тафой. Вообще несколько встреч. Тем временем Шахтер одержал победу над Динамо Киевским 2-0. Тафарад счастлив. На позитивной волне он продолжит для вас трансляцию. Я вас, конечно, покидаю. Сейчас вы будете смотреть финал Винеров в Best of 3. Вот. Ну, а после финала Винеров я приду... А, лузеров не сейчас. Сейчас будет финал Винеров, а потом только лузеры играют. Да, все по расписанию. Все четко. Я вообще офигел. Короче. Удачи Винфакт. Желаю я крепко-крепко-крепко. Этот матч я пропущу, но буду надеяться, что парни будут в финале. Этого чемпионата. И я его обязательно прокомментирую. Ну и вернусь я после трансляции по Пуэнт Бланку примерно где-то... Ну, к финалу как раз вернусь может к малому или может быть крупному финалу. Большому финалу нижней сетки. Все. Всем спасибо. Я ухожу. Протыкал с записью, но ничего.